Давайте сложим стоимость яхт Sail in Yacht A — 0,5 миллиарда долларов, Dill Bar — 0,8 миллиарда долларов и Eclipse — 1,2 миллиарда долларов. Злые языки утверждают, что это посудины Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Андрея Мельниченко. Но для нас сейчас важно не это, важна цифра, и позже вы поймёте почему. Итак, сумма — 2,5 миллиарда долларов. Запомним её и продолжим. У многих на данный момент сложилось мнение, что главный мировой борец с текущей ситуацией — Всемирная организация здравоохранения. Ведь кажется, что ВОЗ диктует всему миру, как вести эту борьбу. Но, как говорится, сколько это в долларах? Бюджет ВОЗ, формируемый за счёт взносов стран-членов, на 2020-2021 года чуть не дотягивает до 1 миллиарда. Плюс добровольное пожертвование — ещё почти 5 миллиардов. Большая часть из этих пяти, как мы уже все знаем, как всегда придёт от любящего весь мир благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс. Итого на 2020-2021 годы суммарный бюджет ВОЗ почти 6 миллиардов. Вроде бы много, но как-то не тянет на сумму для спасения человечества от COVID-19. Вспомним, что всего семь дорогих яхт дадут практически такую же сумму. Конечно, предполагается, что затраты на конкретные мероприятия по борьбе с коронавирусом должны нести государства, а не международные организации. И кое-кто действительно расщедрился. Например, американский Минфин выделил на борьбу с коронавирусом и смягчение социально-экономических последствий пандемии 2,2 триллиона долларов. Приятно, когда у тебя есть печатный станок. ФРС США напечатала дополнительные триллионы и дала их взаймы американскому казначейству. А если учесть еще триллионы долларов, напечатанных ФРС и выданных напрямую в виде кредита в американской экономике, суммарная величина денежной массы, брошенной на спасение от коронавируса, составила в США 6 триллионов долларов или 30% ВВП страны. У большинства стран мира такого волшебного печатного станка нет. Кто же их спасет? Ну конечно, МВФ и Всемирный банк. Кажется, ну какое отношение банкиры имеют к эпидемиям, пандемиям и вообще к медицине? Давайте посмотрим. МВФ предоставил 81 стране кредитное средство на сумму почти 100 миллиардов долларов на преодоление последствий пандемии коронавируса. Среди получателей денег МВФ страны Азии, Африки, Латинской Америки, постсоветские страны. Так в конце мая было принято решение о выделении Украине очередного кредитного транша примерно в 5 миллиардов долларов. Выделенный транш по требованию МВФ должен быть использован целевым образом, на ликвидацию последствий пандемии в экономике Украины. На те же цели МВФ выделил 375 миллионов долларов Узбекистану. МВФ вел переговоры с Белоруссией на ту же тему, предполагаемая сумма кредита 900 миллионов долларов. Но кредит не состоялся. Почему-то не срослось. В целом, кредитная активность МВФ сводится к финансированию мер по ликвидации последствий и смягчению вирусно-экономического кризиса в странах-членах. Медицины МВФ вроде как не занимаются. А вот Всемирный банк взвалил на себя это непосильное бремя. Случилось это весной 2020 года. Однако есть нюанс. Новые задачи не имеют отношения к ремеслу ростовщиков, они имеют отношения к медицине, эпидемиологии, медикаментам, вакцинациям, карантинным мероприятиям, тестированию населения и так далее. Для этого нужен опыт, нужны специалисты, коих во Всемирном банке на начало сего года практически не было. В мае президент группы Всемирного банка Дэвид Малпас с гордостью рапортовал. Группа Всемирного банка быстро и решительно приступила к осуществлению операции экстренного реагирования в 100 странах мира, применяя механизмы, позволяющие другим донорам оперативно расширить масштабы этих программ. Чтобы экономика снова начала расти, мы должны поставить своей целью принятие быстрых и гибких ответных мер, позволяющих урегулировать чрезвычайную ситуацию в здравоохранении, предоставить денежные средства и иную масштабируемую поддержку, чтобы защитить бедные слои населения, поддержать частный сектор, повысить устойчивость экономики к потрясениям и ускорить ее восстановление. На сайте группы ВБ в комментариях к этому заявлению президента даны некоторые подробности. В упомянутых 100 странах проживает 70% населения планеты. 39 из этих 100 стран расположены в Африке к югу от Сахары. Почти треть всех проектов осуществляются в странах, затронутых нестабильностью и конфликтами — Афганистан, Гаити, Нигер, Чад. К началу октября число стран, которым ВБ оказывал помощь для борьбы с колючим шариком, увеличилось до 111. Также с марта группа банка оперативно предоставила странам рекордные объемы помощи. Эта помощь, самая масштабная и оперативная антикризисная программа в истории группы банка, стала важной вехой на пути выполнения обязательства группы банка предоставить в течение 15 месяцев 160 миллиардов долларов США в виде грантов и финансовой поддержки, чтобы помочь развивающимся странам справиться с медицинскими, социальными и экономическими последствиями пандемии COVID-19 и карантинных ограничений в экономике развитых стран. Упомянутая выше цифра в 160 миллиардов долларов — обязательства группы Всемирного банка на срок с апреля 2020 года до 30 июня 2021 года. Чтобы понять, насколько это большая для него сумма, приведем некоторые цифры. В 2018 году сообщалось, что среднегодовой объем средств, имеющихся в распоряжении всех финансовых учреждений группы Всемирного банка, будет составлять 100 миллиардов долларов США в период между 2019 и 2030 финансовыми годами, что благоприятно отразится на положении всех членов группы банка, независимо от уровня их дохода. Получается, что все без остатка деньги Всемирного банка в течение 15 месяцев будут брошены на фронт борьбы с вирусом. Из объявленной суммы 12 миллиардов долларов сразу же были определены на финансирование закупки и распространение вакцин. И эти обещанные деньги с апреля регулярно выдаются. Вот одно из последних сообщений. Совет директоров Всемирного банка в начале октября одобрил выделение пакета размером 12 миллиардов долларов для распространения вакцин в развивающихся странах. Так мило. Но когда Всемирный банк стал ко всему этому готовиться? Неужели заранее? Вот официальный документ Всемирного банка по теме COVID-19. Он называется World COVID-19 Strategic Preparedness and Response Program, SPRP. Программа стратегической подготовки и реагирования на COVID-19 в мире. Документ объемом в 60 страниц датирован 2 апреля 2020 года. На титульном листе имеется подзаголовок, из которого следует, что дается описание лишь первой фазы программы, в рамках которой планируется реализация 25 проектов. Этот документ тщательно отшлифован. В нем затрагивается много вопросов, которые находятся вне компетенции профессиональных финансистов, банкиров, специалистов по управлению проектами, юристов. А ведь именно таков профессиональный состав сотрудников банка, даже если он гордо называется всемирным. Это вопросы, относящиеся к вирусологии, эпидемиологии, вакцинации. И подготовка такого серьезного документа в большой и бюрократически инертной глобальной банковской структуре не могла начаться позже 2019 года. Причем его разработчики должны были получить некие исходные данные и техническое задание, определяющее, что требуется получить на выходе. Но при этом заметим, что в 2019 году никаких исходных данных просто еще не могло быть. Вот фрагмент на шестой странице документа. 3 марта 2020 года Совет директоров обратился к группе Всемирного банка с призывом принять срочные меры по поддержке стран-членов в их усилиях по борьбе с пандемией. Совет также принял решение об учреждении фонда для обеспечения быстрого реагирования на COVID-19 в 12 миллиардов долларов, предназначенного для помощи странам являющимся клиентами МАР и МБРР в их борьбе с глобальной пандемией и ее последствиями. Итак, 3 марта 2020 года Всемирный банк, далекий от медицины, уже оперировал термином «глобальная пандемия». А теперь внимание! ВОЗ произнесла слово «пандемия» лишь 11 марта, 8 дней спустя. Как так получилось, что Всемирный банк опередил ВОЗ? Может ли быть, что и ВОЗ, и Всемирный банк, и МВФ, и некоторые другие международные организации готовились к глобальному спектаклю заранее? Репетировали, репетировали, а тут Всемирный банк по ошибке выскочил на сцену раньше, чем определялась сценаристами. И вот еще что. Сегодня очень популярен вопрос, когда закончится пандемия. С умным видом политики, государственные деятели, эксперты дают свои версии ответов. И даже закоренелые пессимисты обещают, что все закончится в следующем, максимум в 2022 году. Однако Всемирный банк почему-то рассчитывает по-другому. На первой странице упомянутого документа написано черным по белому – дата завершения первой фазы программы – март 2025 года. В том же докладе на тринадцатой странице говорится, что после того, как к середине 2021 года будут истрачены упомянутые 160 миллиардов долларов, ВБ на следующие два года, до середины 2023 года, выделит на борьбу с вирусом еще 180-200 миллиардов долларов. Ну и слово «выделит» – это, конечно же, не про гуманную благотворительность и безвозмездную помощь, а про кредиты и займы, и на каких условиях они будут предоставлены запуганным пандемией странам – большой вопрос. И в этом докладе Всемирного банка дано описание лишь первой фазы всей этой истории, которая продлится до весны 2025 года. А что будет дальше? Какая она, вторая фаза?